На приход к власти нового главы Артемовского городского округа народ возлагал большие надежды. Все ждали этот ветер перемен, но вместо ветра повеяло обманчивым прохладным сквознячком, и для многих надежды рухнули. В том числе и для тех, на чьих плечах глава, по сути, пришел к власти. Так, напомним, глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов уволил руководителя МОБЖКХ Покровская Екатерину Александрову, свою соратницу, человека, который всегда и во всем его поддерживала. Чем же не угодила Екатерина Александрова, что глава лишил ее возможности даже доработать до завершения заключенного с ней контракта, остается непонятным. А ведь оставались считанные месяцы. Далее был уволен председатель Томс села Мостовское Геннадий Скутин. Ему также не позволили доработать до пенсии. Оставалось всего два месяца. А ведь Томс под руководством Геннадия Скутина считался одним из успешных в Артемовском городском округе. В самом городе не всегда и не везде есть в домах горячее водоснабжение. А в Мостовском оно было. Уволен был и руководитель спорткомплекса «Сигнал» Сергей Лапин. Если смотреть на всю ситуацию в целом, то получается, что глава свою работу управленца начал с того, что увольнял квалифицированных специалистов, заменяя их теми, кто по своей неопытности теперь доводит Артемовский городской округ до ручки. Последнее увольнение, произошедшее в администрации, совсем не поддается осмыслению. Глава, перейдя все границы, используя свои административные ресурсы, снял с должности начальника финансового управления Ольгу Бачурину, грамотного квалифицированного специалиста, зарекомендовавшего себя только с хорошей стороны. Опыт и знанием Ольги Бачурины в сфере финансовой деятельности в Артемовском можно только позавидовать. Она проработала в управлении финансового отдела администрации АГО 24 года. О ее компетентности как руководителя к главе взывал весь коллектив финотдела, написав письмо. Мы уверены, что Бачурина Ольга Геннадьевна является одним из лучших руководителей в нашем муниципальном образовании, обладает массой достоинств и является высококвалифицированным специалистом в области муниципальных финансов и бюджета. С ее мнением считаются, ее уважают Ольгу Геннадьевну как опытного профессионала и грамотного финансиста, хорошо знают на областном уровне. Наш руководитель пользуется большим авторитетом и уважением не только в нашем муниципальном образовании, но и среди коллег Министерства финансов Свердловской области и других муниципальных образований. Финансовое управление под ее руководством по праву считается одним из лучших в Свердловской области. За большой вклад в развитие Артемовского городского округа, за высокий профессионализм, безупречный добросовестный труд и достигнутые успехи в работе Ольга Геннадьевна неоднократно награждалась почетными грамотами от Министерства финансов Свердловской области, от глав Артемовского городского округа. Считаем, что в настоящее время в Артемовском городском округе нет более опытного и грамотного человека, способного максимально эффективно и результативно руководить финансовым органом. Мы считаем, что увольнение руководителя такого уровня, как Ольга Геннадьевна, будет крайне неправильным и отрицательно скажется как на работе финансового управления, так и в дальнейшем на муниципальном образовании в целом. Сказано в обращении сотрудников финансового управления к Андрею Самочернову. Тем не менее, не понимая или не желая понимать, что в данной ситуации может пострадать весь муниципалитет. Напомним, 70% бюджета Артемовского городского округа – это дотации из области. Что же сможет сделать Андрей Самочернов в районе на 30% оставшихся, если Министерство финансов Свердловской области разгневается и перекроет финансовый дотационный кислород округу? Данный шаг главы говорит об одном – для него сменить начальника со стажем финуправления, словно дворника поменять. Встает вопрос, для чего глава все это вытворяет. Ответ приходит один. Корона ему сильно давит на голову. Возможно, как и любой новый руководитель, глава Артемовского городского округа старается окружить себя, как ему кажется, преданными своими людьми. Только сам почему-то становится антиподом. Предает тех, на чьих плечах вошел во власть. Тех, кто честно и плодотворно работали на благо жителей Артемовского городского округа. Сегодня уже большинство артемовцев задаются вопросами, до каких пор в Артемовском городском округе будет продолжаться весь этот бардак. До каких пор этому будут попустительствовать государственные надзорные органы, обязанные следить за соблюдением законности. Но, получается, на самом деле своим молчанием способствует этой вакханалии. И когда же прекратится в Артемовском городском округе этот обман и наплевательское отношение к жителям?